Ну, давайте теперь перейдем к тому, что сейчас происходит, к истреблению, избиению Черноморского флота, что тоже, кстати, тоже полезно как-то держать в уме, когда вы строите какие-то предположения насчет грядущего, так называемой, СВО и реальности тех или иных сценариев. Вот то, что сейчас происходит с избиением нашего Черноморского флота, мне до боли напоминает операцию Паукеншлаг. Это немецкая операция, когда подводные лодки донятся, летом 1942 года они развернули свои волчьи стаи у восточного побережья США. Там противолочная оборона была, никакая конвоев не было, они там набили кучу-кучу кораблей, ну, скорее не военных, а больше торговых, но тем не менее. И вот в связи с этим у меня вопрос. А власть то, вот флот просто-напросто избивается, да? Это вопрос о том, что вот сейчас как пригрозим, поднимаете атомным молотом, вот на наших глазах флот выбивается буквально. И я понимаю, что уже пора делать какие-то кадровые решения, так сказать, наказывать, пора наказывать адмиралов. У них никакого опыта советских больших океанских маневров нет. Они делали карьеры в атмосфере застоя, деградации, воровства и прочее, прочее. В них не воспитывали самостоятельность. Вообще-то вот настоящим военным морякам в них воспитывают самостоятельность. Надо отвечать, ты корабль ведешь далеко от командования Атбаса и прочее. У них, видимо, это выловно произошел антиотбор. И поверьте в том, что сейчас случается, да, в том, что не налажена охрана водного района и прочее, прочее. Их ведь наших адмиралов в том же Черноморском флоте, на самом деле, не Чубай с Гайдаром там, с Ельцином за руки уже хватает. Это ваши действия. Я понимаю, что у нынешнего флота, да, поскольку выходить в море нельзя, Черноморскую флоту, нет надводных кораблей и подводных лодок УВСУ, УМСУ. Наши корабли, к сожалению, плохо приспособлены к ударам по береговым целям артиллерийским. Ну, там есть ракеты, а артиллерийские, в артиллерийской части, там, поддержать в море артиллерий, они не могут, потому что, ну, понятно, артиллерии слабоваты, корпуса слабоваты, они же не бронированные. Понятно, флот приходится беречь. Как? Есть ОВР, охрана водного района. Да, сейчас, к сожалению, ситуация хуже, чем во времена Великой Отечественной. Мы могли вывезти для охраны водного района, так сказать, малые охотники, мошки так называемые. Вот они, деревянные корабли, там, с двумя пушками, пулеметами и прочее, прочее. Были катера. Сейчас таких малых охотников нет. Вот парадоксально, кстати говоря, да. Ну вот, если бы, например, существовали военно-морские силы времен Сталина, там, 41-го года, у них было больше средств бы, мне кажется, отбиваться от атак вот этих вот робокатеров. И вот я поэтому считаю, что пора бы уже, собственно говоря, власти заняться и, так сказать, кадровыми решениями в Афотском начальстве. А я этого не вижу. А это не признак того, что, так сказать, это решительные воители, ребята. Надо назначать более адекватных командиров, более адекватных, так сказать, адмиралов, сейчас смещая старых. Этого не происходит. Надо сейчас сконцентрировать все предложения по борьбе с робофлотом нашего врага. Все они должны поступать в Государственный комитет обороны. То есть там должно произвести, что бы сделал Сталин, вот гибнет Черноморский флот, он бы провел экстренное заседание Государственного комитета обороны, чтобы выслушать все мнения, что делать и прочее, прочее, и получить необходимые предложения. Но Государственного комитета обороны нет. Обращаться не к кому. И вы что думаете, что при таком управлении, так сказать, военными действиями, возможно, как что-то больше, какие-то там, собственно говоря, операции с ядерным оружием? Вы знаете, не верю. Слава военно-морскому флоту России! Ура! Ура! Игорь Владимирович Липсиц, замечательный русский экономист, живущий сейчас за границей, ему прислали комментарий о том, как на самом деле работает российская ВПК. Он заслуживает того, чтобы его полностью воспроизвести. Надеюсь, он очень сильно поднимет настроение. Итак, цитирую. Как работает сейчас предприятие с оборонзаказом? Например, делают танк. Получили заказ, деньги, оценили узкие места, например, мало могут делать стволов. Заказали на эти места оборудование из Китая. Ну, логично. Пока оборудование не пришло, по тем комплектующим, где можно нарастить объемы, начинают работать в три смены, клепая, например, жестяную крышку редуктора поворотного механизма башни. Зачем клепают опережающими темпами? Потому что надо отчитаться об освоении средств. В скобочках я комментирую, как бывший депутат, а я вам говорил, главное отчитаться в бюджетный период, что средства полученные, использованные, освоенные, и что все хорошо. И это самое важное, а не то, что там в результате получится. Дальше цитирую. Нужно отчитаться об освоении ресурсов, увеличении числа рабочих мест, росте производства. Выяснилось потом, что китайский радиально-кавальный станок привезли, но не получается освоить, не умеют на нем работать. Китайцы не едут помогать, станок гонит брак, стволы, однако, не бракуют, делают карту отклонений и отправляют на склад готовой продукции. Бракованные стволы. Стволы это пример. Так происходит с 30% номенклатуры технологически сложных изделий. В итоге, по бумаге, рост производства танков 100% в год. Делали 20 штук в год, начали делать 40 штук, но из них 30 штук имеют дефекты, которые в условиях фронта не позволяют эти танки использовать. В итоге, на фронте из этих 30 танков соберут путем каннибализации 10 штук. Но при этом предприятие отчиталось об успешном выполнении оборонзаказа, повысили зарплату рабочим, ИТР, премию выдали, директоров на послание позвали. А в итоге, все это обман и самообман. Как было 20 реальных танков, так они и есть. Так как этот обман прикрыт штампами совершенно секретно, его невозможно раскрыть. Я не о конкретном предприятии. Это о принципе того бреда, который называется военной экономикой России. Гонят брак в надежде на то, что его не выявят раньше, чем изделие будет уничтожено в бою. Поэтому, пока в России не закрыли границы, не начали расстреливать завредительство и саботаж, а прот талона не заменили деньги, то Россию можно не бояться. Вот это на самом деле очень хорошая новость, потому что она укладывается в мои внутренние знания о том, как именно работают в России и работают уже очень давно. Последние лет 50, наверное, 40, если так уж, чтобы быть более точным. Вот это вот туфта, да, это сегодня то, о чем пишут с таким восторгом, что в России плюс 100% производство танков, плюс 600% производство снарядов. Ну да, вот так оно и делается. На бумаге, да, плюс. А потом получается на деле. А на деле ноль. Как было, так и будет. Но деньги ушли, деньги освоены, и все хорошо. И для украинской армии тоже хорошо. Потому что такая Россия не сможет не только Киев взять или до Днепра дойти, но и даже прорвать украинский фронт. Ибо нечем. Ибо на фронте из выпущенных 40 танков вместо 20 остается путем долгих мучений в итоге те же самые 20. И их украинцы тоже подбивают. Слава Украине! Не отчаивайтесь. Все равно пробьемся. Господь на стороне правого дела, и так или иначе он эту фашистскую маразоту остановит. Вы остановитесь с его помощью. Боже храни вас его. Это правильно все. Да дайте мне договорить. Это триумф русского оружия. Это триумф русской армии. Это возрождение России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова